Волга-река и тихий Дон Иванович. Сказка о русских реках. Пробился из-под земли малый ключик-родничок. Журчит, лепечет, бьёт чистой струёй. Родилась из малого ключика Волга-река. Побежала. Межболотных кочек пробирается. Вниз по склону торопится. Поросли кочки березняком, ельником, пустыми травами. Загораживают пусть дорогу. Ты куда бежишь? Куда торопишься? Спрашивают болотные кочки. Останься лучше с нами. Разлейся тихим озером. Будут к тебе прилетать утки да серые гуси. Я не малая речка. Я Волга-река. Бегу к синему морю. Много у меня работы впереди. Много заботы. Раступитесь, кочки. Дайте мне дорогу. Удивились болотные кочки. Раступились. Зовёт Волга-река себе на подмогу. Приходите ко мне ручьи и речки. Из-под белого камня, из-под гнезда соловьиного. Побежим со мной к синему морю. Будем мы людей кормить, поить. Поплывут по нашей воде быстрые корабли. Услышали ручейки и речки. Прибежали к Волге-реке справа и слева. Стала Волга-река шириться, расти. Всем дорогу показывает, всех в пути оберегает. Повстречалась в Волге на пути река Вазуза. Будь мне младшей сестрой, Вазуза. Мала ты и слаба. Возьму я тебя на руки, донесу до самого синего моря. Согласилась Вазуза. Подружились реки, посестрились. Поклялись друг другу, что не расстанутся отныне и до веку. Настала ночь. Прилегла Волга. Сморил ее сон от усталости. Но не спится Вазузе. Думает она. Не хочу я быть младшей. Хочу быть старшей. Чем Волга меня крашит? Первой дойду до синего моря. Будут люди меня славить. Будут величать матушка Вазуза. Поднялась она потихоньку до света и побежала. Не догонит меня теперь Волга. Проснется, а я уж далеко. Шуми тогда, сколько хочешь. Бежит Вазуза, дороги не разбирая. Не сумела обогнуть скалистую гору. Бьется о высокие острые камни. Голос плачет. Раступитесь, камни-скалы, дайте мне дорогу. Отвечает ей самая старая, самая мудрая скала. Не пустим тебя, Вазуза. Зачем старшую сестру обманула? Все громче и громче плачет Вазуза. Прости меня, Волга-река. Признаю тебя, старший. Возьми меня на руки. Отнеси к синему морю. А не то останусь я здесь навеки. Темным болотом. Дикими травами зарасту. Услышала ее Волга. Пришла на помощь. Прильнула к ней Вазуза. Слились их воды и заструились дальше к морю широким потоком. Бежит Волга по равнине, где гору обогнет, где путь себе силой пробьет. Спешит через пороги и перекаты. Вьется Волга с синей лентой, а по дороге радуются на нее высокие берега и темные леса. Глядятся в чистые воды, заглядываются. Птицы к ней слетаются. Ах, хороши горы Жигулевские. Издалека их Волга заприметила. Мимо них побежала. Пришли к Волге. Реки немалые, реки великие, привольная Ака и Кама река. Кто увидит Каму, никогда не забудет. Просят великие реки Ака и Кама. Поведи нас, Волга, к синему морю. Вот добежала Волга до Каспийского моря, а с нею и все ее сестры обрадовался старый седой Каспий. Здравствуй, Волга, красавица, добро пожаловать. И сама пришла, и сколько рек с собой привела, больших и малых. Всем я рад, всем у меня место найдется. Вот теперь и людям послужить можно. Кличет клич Волга-река. Приходите ко мне, люди вольные, Все, кому от бояр до помещиков житья не стало. Сходились к Волге люди вольные, Пускали по ней струги корабли, Прозвали Волгу матушкой рекой. Сам славный атаман Разин Степан Плывет по Волге со своей вольницей. Несутся струги Разина, Словно лебеди белые, Песня по реке разливается, Удалая песня, русская. Только один славный молодец горюет, Грустную думу думает, Тихий Дон Иванович. Бежит он рядом с Волгой, Слушает рассказы про ее красоту. Ах, увидеть бы, встретиться! И Волга про него прослышала. Тихий Дон Иванович с собой прекрасен И к людям добр, Дает приют смелой казацкой вольнице. Поставили казаки крепости на его берегах, Чтобы Русь от лихих набегов оборонять. Зорко смотрят с дозорных башен. Повернул Дон навстречу к Волге. Уж совсем подошел, Вот-вот встретится! Нет, немного не дошел. Подул ветер, Засыпал песком глаза И повернул Дон к Азовскому морю. Запечалился Тихий Дон Иванович. Видно жить ему одиноким. Никогда не увидит он красавицы Волги. Правда, случались и у него великие радости. Приходили к Тихому Дону люди русские Про свои победы рассказывать. А однажды подъехал к нему на коне Великий поэт Пушкин. Остановил коня, Залюбовался И стихи сложил. Блеща средь полей широких, Вот он льется. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких Я привез тебе поклон. Шли годы, И вот пришла самая большая радость. Построили люди Волга-Донской канал. Встретился, наконец, Тихий Дон Иванович С Волгой-красавицей. Отныне и до веку Быть им вместе, Вместе людям служить, Людей радовать. На том Волге и Тихому Дону Славу поют. Конец. Сказку читала Оксана Тарасова. Так, Ну и Славу поют. Вот у вас